Огромное спасибо всем спонсорам канала! Не забывайте про лайки, комментарии и репосты. Ну и я напоминаю, что у меня есть группа ВКонтакте, где, если Ютуб заблокирует, вы всегда можете найти мою озвучку. А почитать данный тайтл самостоятельно, или найти для себя еще какой-то, вы можете на сайте Реманга. На Реманге главы выходят быстрее, чем у конкурентов. В наличии удобный интерфейс, классная навигация и отзывчивая администрация. Регистрируйся на сайте Реманга по моей ссылке и давай уже читать мангу вместе. Ну а теперь приятного просмотра. Этот чужак ведет себя, как хрен пойми кто. Босс лучший, долгой жизни нашему боссу. Преподайте ему урок, пусть знает, как вы сильны. Но хватит, хватит, не становитесь посмешищем. Этот человек завалил четверых людей третьей стадии. Значит, он и сам как минимум третьей стадии. Если подчиню его, он станет шикарной пешкой. Сегодня великолепный день. Гости приходят один за другим. Даже не знаю, что в этом месте такого хорошего, что к нам даже иностранцы пожаловали. Поскольку ты пришел, значит, ты гость, и тебя нужно принять с почтением. Но тебе следует вести себя соответствующе. Ведь если ты нарушил правила, то придется за это ответить, не так ли, мистер? Чушь собачья. Ты разговариваешь как псих. И не строишь себя хорошего человека. Противно. Шпана, до тебя жить надоело. Как ты посмел так разговаривать с боссом? Он отнесся к тебе с уважением. Всем в атаку. Завалите его. Да заткнитесь вы. Ведете себя как стая диких обезьян. Какой прямолинейный. Мне нравится. Еще ты очень способный. Почему бы тебе не присоединиться к нашему лагерю? Будем прикрывать друг другу спины. Что за чушь? Я ищу дзотянчения. Мне вообще до лампочки, что пытаются толковать мне такие психи, как вы. Ищешь дзотянчения? Тогда ты пришел по адресу. Я дзотянчень. Лжешь. Ты не он. А? Маленькие глаза. Огромный рот. Короткие ноги. Тупой и уродливый. Ты не дзотянчень. К тому же. Ты слабак. Ты... ты... Квоз. Вы в порядке? Наш старший братец Чень показал тебе всю доброту. А ты так с ним поступил. Больше мы такого не потерпим. Да, старший брат Чень в великой души человек. Но ты не оценил его доброту. Именно. За то, что произойдет, далее вини только себя. Покажем ему, из чего мы сделаны. Именно. Я иду. Не торопитесь. А этот иностранец хорош. Столкнуться с тремя людьми третьей стадии и все еще сохранять преимущество. Боюсь, он даже сильнее старшего брата. Что здесь происходит? Сильный брат? Этот мужик пришел сюда в поисках неприятностей. Сказал, что хочет увидеть нашего босса, но оскорблял его. К тому же он силен. Ведь сражается с тремя эволюционистами третьей стадии одновременно. Брюс? Кажется, за пять лет он неплохо поднаторел. Он уже на самом пике третьей стадии. Ему бы кусок метеорита, чтобы подняться на четвертую. Но и эти трое тоже неплохи. Они спокойно могут атаковать в лоб, а это хороший показатель. В этом лагере я увидел как минимум семь эволюционистов третьей стадии. Кажется, Ван Сяо Бяо неплохо справляется со своей ролью. Сан Бяо. Босс, мы бесполезны. Он слишком силен. Из-за нашей слабости мы недостойны следовать за вами. Согласен. С тех пор, как вы взяли нас к себе, мы старались изо всех сил. Ведь нам очень хочется идти по стопам героя и стать сильнее. Но мы знаем, что несмотря на наши старания, у нас все еще жалкие навыки. Только герой-босс может так ярко сиять. Согласен. Друзья, мы можем быть слабаками, но нельзя позволять очернить имя героя. Дайте шума. Пусть наш герой покажет истинную мощь. Босс, не волнуйтесь за нас. Даже если мы умрем из-за последствий вашего боя, мы ни о чем не будем жалеть. Во имя чести нашего героя мы готовы к смерти. Согласен. Вперед, босс. Откройте нам свою силу. Убейте этого хлыща. Да. Кто я? Где я? Что происходит? Понятно. Жулик. Ненавижу лжецов. Тебя ненавижу. Ты используешь его имя, чтобы обманывать людей. Ненавижу. Готовь булки. А? Атаковать босса? Придурок. Ему конец. Босс лучший. Долгой ему жизни. Да, он монстр. Сначала тот сильный парень, а теперь этот чужак. Небеса решили меня покарать. Что произошло? Чужака откинуло. Это босс его так? Да, точно босс. Решил удивить нас внезапной атакой. Что, черт возьми, случилось? Это же хомяк того сильного бро... Это же хомяк того чувака. Он заблокировал атаку чужака? Как это возможно? Да что тут происходит? Хомяк одичал? Хомяк дзотянченя? Если хомяк здесь, то его хозяин тоже. О мой бог! Выходи, сразись со мной! Черт, это что, укрепление тела? Я уже видел такое. Эта способность укрепляет носителя и позволяет ему победить даже тех, кто порядком сильнее. Тьф, неважно, насколько он сильный. Босс его завалит. Верно. Босс, лидер семи героев. Он невероятный. Гляньте, первый раз вижу, чтобы босс так себя вел. Он вот-вот атакует. Долгой жизни боссу. Босс самый сильный. Он непобедим. Ага, и жопа у меня непобедимая. Если бы не хомяк сильного братана, я бы уже сдох. Секунду. Сильный братан помогает мне. А ведь ему известно, кто я на самом деле. Значит, он полностью на моей стороне. Вау, а сильный братан невероятно добр. Нельзя больше стоять сложа руки. Ты, тупой амбал, узри настоящую силу. Вау, пламя вокруг босса. Он атакует? Я так давно не видел эту ужасающую ауру. Отлично, босс. Убейте его. Я выиграл. Этот хомяк будет меня защищать. Плюс я показал свою ауру. Круче меня здесь никого нет. Чего за фигня? Нет, хомяк, не поступай так со мной. Если я хочу выжить, мне что, продолжать этот цирк? Разве мне следует полагаться на свою силу в такой момент? Я сделаю это. Я не верю, что кто-либо способен противостоять мне, если увидит мою ауру четвертой стадии. Вот ты каура. А ты силен? Силен? Да, мне это нравится. Сразись со мной. Драка. Драка, они дерутся. Наш невероятный босс победит. Не подходи. Не подходи ближе. Я же умру. Точно умру. Чужак проиграл? Старший брат Чань самый лучший. Тянь Чань даже руку не поднял, а уже победил. Я знал, что чужак даже в подметке не годится нашему боссу. Что происходит? Я ничего не сделал, а он упал. Я не могу двигаться. Почему? На меня давит ментальная сила. Что за мощь? Это тот чувак. Зачем он полез? Если его заденет волна от удара нашего старшего брата Чэня, он сильно пожалеет. Это для него что, развлекаловка какая-то? Он мой друг. Вперед. Что происходит? Куда он уводит этого чужака? Что, так все и закончится? Наконец-то босс показал свою мощь. Нам нужно увидеть бой. Почему сильный брат так легко уводит этого парня? Они что, знакомы? Но он стоял так далеко. Как же он его победил? Длинные волосы? Мускулы что надо? Ноги толстые? Зо Тянь Чень, ты изменился? Зачем пришел? Хочу подраться с тобой. Ты ушел, а мне хотелось победить тебя. Поэтому я тренировался, оставляя на сон всего три часа в сутки. Говорят, в Лунхуане все хорошо, так что я пришел. Еще и слышал твое имя. Дай сказать, там так много лжецов, я ненавижу лжецов, а это так злит. Прекрати болтать. Хочешь сказать, что ты тренировался пять лет и спал по три часа только для того, чтобы сразиться со мной? Ты узнал, что Лунхуа в опасности и поспешил вернуться. После услышал мое имя и поспешил в этот лагерь, чтобы сразиться со мной. Но ты считаешь, что все эти люди лжецы? Ага. Опасность, говоришь? Силой малышки и Гауфея с Лунхуа все должно быть хорошо. Город уже пал. Город пал? Босс, мы слишком долго откладываем план по спасению Лунхуа. Нужно либо действовать, либо нет. Будет поздно, если мы отложим еще хоть немного. А нас не волнуйся, мы последователи героев, готовы костьми лечь за Лунхуа. Дай нам разрешение и мы все сделаем. Согласен? Босс, ну же. Нельзя терять время, мы же нужны, Лунхуа. Мы хотим отправиться туда с вами. Согласен? Цыц, не видите что ли, что старший брат Чень думает? Лунхуа территория старшего брата Ченя. Он беспокоится о нем больше вас всех вместе взятых. Старший брат Чень не позволит волне зомби разрушить Лунхуа. Просто время еще не пришло. Время? Какое время? Но мы ведь целую неделю ждем. Можете идти. Скоро вы получите свой ответ. Хорошо. Блин, больше нет смысла скрываться. Запрос о помощи из Лунхуа поступил еще неделю назад. Мы и правда больше не можем ждать. Я в курсе. Но мы помрем, если сделаем неудачную попытку. Может, среди ночи нам сделать ноги? Сегодня мы сыграли достаточно убедительно. А пока у тебя есть твоя способность, мы в любой момент можем попробовать сначала в другом месте. Нет, больше нельзя убегать. Шапа обещала сильному брату вылечить его девушку. Мы можем сколько угодно прятаться от остальных, но вряд ли нам удастся скрыться от него. И он знает мою настоящую личность. Если он раскроет меня, шансов выжить у нас не будет. Ах, кстати, что там с сильным братом-то? Я как раз хотел тебе сказать, что видел его сегодня. Он сказал, что направится в Лунхуа завтра утром с тем чужаком. Сильный брат уходит в Лунхуа? Время пришло! А? Именно так! Мы отправимся в Лунхуа вместе с сильным братом! Сильный брат как минимум на четвертой стадии. Нас точно ждет успех! База города Лунхуа. Они все еще в пути? Да. Эти зараженные постоянно находятся в подобии строгого ряда в трех километрах от турелей. Это не так далеко. Мы сможем их остановить, если они нападут. Когда они начнут двигаться, мне потребуется десять минут, чтобы добраться до стен. Линь цинь цинь. Насколько я помню, в последнюю волну зомби все зараженные нападали в лоб. Ли У И. Они не только научились держать строй, но и оценивать наше оружие. С каких пор они так поумнели? Джан Жень Юй. К ним возвращается утерянный контроль. Волны зомби все больше и больше. Их атаки тоже становятся более осмысленными. Значит, они становятся не только сильнее, но и умнее. Однажды Цзо Тян Чень сказал, что зараженные пятой стадии и выше получат разом, близкий по уровню к человеческому. Может, нам стоит атаковать первыми и узнать, где павший? Нет. Вся база окружена зараженными. Зомби могут напасть в любой момент, так что разделяться не лучшая идея. Как я выяснил, зараженные окружили базу со всех сторон. Выходит, нам нужно сосредоточиться на их защите. Защищать сразу все стороны очень проблематично. Да и оружия у нас мало. Значит, нужно усилить уже имеющиеся. Стены на востоке и севере недавно усилили. Там достаточно оружия, экипировки и взрывчатки. Отправим туда троих. Да, с экипировкой даже обычные люди будут способны защищать стены. Тогда большую часть людей отправим на запад и юг. Нет никакого смысла отправлять туда людей. Слышал? Гауфэй вернулся. Гауфэй? Отлично. Боже, он как раз вовремя. Гауфэй уже на четвертой стадии. Сейчас он способен уничтожить 90% зараженных в своем поле зрения. С его десятью летающими ножами ни одна тварь не приблизится ближе, чем на сто метров. Гауфэй сможет защитить запад в одиночку. Значит, остальную элиту нужно отправить на юг. Даже с элитой ситуация там выглядит плохо. Юг уже находится под ударом волны зомби. Стены там много раз ремонтировались, а турели скоро выйдут из строя. Если мыслить здраво, южная стена просто голая каменная плита. Да, против такого количества зараженных мы не можем полагаться на то, что эволюционисты не разбегутся. А тот падший сто процентов сконцентрирует свою силу здесь, поскольку это самая слабая точка. Нам нужно подкрепление. Разве пару дней назад Бауя не послали за старшим братом Зо? Если мы не просчитались, он скоро будет здесь. Тинь-чинь. Если он вернется, мы сможем не волноваться о сборе людей. Старший брат Юй, зомби начали движение. Возможно, они атакуют. Вы двое, поторопитесь на восток и север. А как же юг? Я пойду туда. Нет, я. А, Лу-Ланша? Нет, твоя работа прикрывать тыл, если павший решит внезапно атаковать. Слишком рискованно выводить тебя на фронт. Знаешь, отправлять людей на юг все равно, что везти их на убой. Но я чувствую Сан-Бяу. Сан-Бяу? Сан-Бяу и Тинь-чинь торопятся к нам. Они прибудут примерно через два часа. Тинь-чинь вернется. Получается, нам нужно продержаться только два часа. Поэтому мне хочется отправиться на юг лично. Я не пропущу мимо ни одного зараженного. С ума сошла? Твои способности не подходят для битвы против групп, ты не сможешь выстоять против них. Кто сказал, что я возьму на себя всех? Я лишь собираюсь разобраться с павшим один на один. Озвучил Кокос. Подписывайся на канал, чтобы не пропустить продолжение. Не забывай про лайки, комментарии и репосты. Ну и если досмотрел до этого момента, спасибо тебе, ты красавчик.